День Города Экзамен для крестных. Чтобы стать духовным наставником, теперь необходимо пройти собеседование со священником. МЧС оценивает ситуацию свысока. Специалистами был проведен мониторинг лесной зоны и сельхозугодий с воздуха. Силы духа самые спортивные команды выяснили, кто может быстрее, выше и сильнее. Счастливы ли вы? Выясняем, чего рязанцам не хватает для полного счастья. В Рязани досрочно после выполнения аварийно-восстановительных работ планируется открыть рабочее движение по путепроводу через железную дорогу на улице Есенина. Об этом информирует сайт Рязанской мэрии. Напомним, что ранее движение по объекту планировали восстановить 1 сентября. Также в релизе отмечается, что на путепроводе будет изменено движение транспорта по полосам на пересечении улиц Есенина и Спортивной. Правый поворот с путепровода на улицу Спортивную будет осуществляться с двух полос, левый – с одной полосы. Встречное движение организовано по одной полосе. На улице Спортивной при движении со стороны Галенчинского шоссе с правой полосы разрешенное направление станет только прямо, а с левой – налево. Со стороны улицы Халтурина схема движения транспорта не меняется. В эти выходные православный мир отмечал великий праздник – Успение Пресвятой Богородицы. В храмах по всей стране проходили службы. Одна из них была совершена в Вознесенском храме в Рязани. Также в этот день был совершен молебен перед предстоящим учебным годом. На нем собралось много школьников, которые посетили храм вместе со своими родителями. Подробнее обо всем расскажет Анна Герцовская. От самых маленьких жителей Рязани, которые разместились на руках у родителей, до взрослых людей. Все в этот день пришли в храм, чтобы стать ближе к тому празднику, который является очень важным для всех православных верующих. Успение Пресвятой Богородицы отмечается 28 августа. Праздник установлен в память о смерти Божьей Матери. К нему христиан ведет двухнедельный Успенский пост, по строгости сравнимый с Великим постом. Считается, что Богородица является заступницей для каждого верующего. С древних времен в ее честь возводятся храмы, пишутся ее образы. Она считается матерью всех христиан. А матерью всех и каждого человека, кто к ней обращается, она стала тогда, когда совершилось ее успение. Когда она переселилась из земной жизни, из временной, в вечность. Когда Господь принял ее душу. Вот поэтому такие возникают парадоксы в жизни. Потому что смерть – это всегда скорбь, а мы празднуем этот день. Потому что для Пресвятой Богородицы это не скорбь, для нас это не утрата, а наоборот приобретение. Кроме праздничного богослужения на территории храма прошла праздничная трапеза. Мастер-класс по различным поделкам, педагогический урок и молебен за начало учебного года. Молились за всех учеников, учителей, всех, кто чему-то учится, получает новые знания, чтобы Господь благословил, чтобы эти знания были на пользу человеку, чтобы не прошли они напрасно, годы учений. Так что можно считать, что новый учебный год уже благословлен. Пусть он пройдет для рязанцев удачно. В продолжении праздника дети с удовольствием занимались рукоделием на открытом воздухе. Атмосфера среди присутствующих царила очень праздничная и жизнерадостная. Все желающие могли пообщаться со служителями церкви и поделиться друг с другом хорошим настроением. Авиаразведка МЧС не нашла лесных пожаров на территории Рязанской области. В субботу специалистами был проведен мониторинг лесной зоны и сельхозугодий с воздуха. Рейд прошел по маршруту Рязань, Спаск-Лепике, Спаск-Сторожилово-Кораблено-Путятинский район. Пожаров в лесной зоне не зафиксировано. Возникновение лесных и торфяных пожаров удалось избежать благодаря слаженной совместной работе органов надзорной деятельности МЧС России, полиции, Министерства лесного хозяйства и органов местного самоуправления. Об этом заявил заместитель начальника регионального МЧС. Еженедельно сотрудники главного управления МЧС России по Рязанской области совместно с представителями Министерства лесного хозяйства проводят воздушный мониторинг лесопожарной обстановки. И вот очередной раз сегодня мы провели такой мониторинг. По результатам проверки следует отметить, что на землях лесного хозяйства происшествий, пожаров, природного характера не зафиксировано. В Рязани спасают каштановые деревья от моля. Специалисты дирекции благоустройства города проводят работы по обработке каштанов, пораженных минирующей каштановой молею. Это насекомое не только портит декоративный вид листьев каштана, но и может стать причиной гибели дерева. Ржавые пятна на листьях каштанов являются причиной заболевания. Для борьбы с молей укрона опрыскиваются инсектицидами длительного действия. Для рязанских каштанов осень началась гораздо раньше. Впервые городские деревья покрылись будто ржавчиной. Причина тому опасны насекомые, минирующие моль, которые будто атакуют дерево. Из-за гусениц дерево не только теряет свой благородный внешний вид, но и питательные вещества. А зимой это может и вовсе привести к вымерзанию. Крошечное насекомое размером с соринку прокладывает ходы и выедает в листьях внутренний слой хлорофила, откладывая яйца. Первыми тревогу забили жители областного центра. СМИ среагировали мгновенно. В интернете и по телевидению прошло большое количество статей и сюжетов на эту тему. И уже сегодня на улицах города сотрудники управления благоустройства начали первые обработки деревьев. Сложность заключается в том, что это нужно будет делать обязательно с вышки, потому что необходим полный захват кроны снизу, на расстоянии вытянутой руки. Это не будет иметь никакого действия. Ну то есть будет, но опять же мы захватим только часть кроны. Поэтому будем делать это все с вышки и постараемся захватить крону в полном объеме ее. Особенность такого спасения каштанов заключается в том, что из-за высокой кроны дерево приходится опрыскивать сверху, что занимает немало времени. Так за полдня удалось обработать всего около 30 деревьев на Первомайском проспекте. После обеда принялись за опрыскивание прожавевших крон на улице Радищева. Эффект мы ждем, конечно, не сразу. Эффект только мы получим на следующий с вами год. Здесь мы просто немножко сейчас предотвратим, чтобы не произошла гибель дерева. А это аллея каштанов на улице Новоселов. Сюда добраться только в планах. Здесь, в отличие от деревьев в центре города, видно, как деревья сбросили пожелтевшие сморщенные листья. Именно они представляют не меньшую опасность. Для полного выздоровления всю листву необходимо также собирать, обрабатывать и уничтожать. Не сделав этого, личинки насекомых просто перезимуют в листьях и весной продолжат уничтожать деревья. Как известно, каштаны могут жить более трех сотен лет. И чтобы еще не одно поколение рязанцев могло радоваться цветущим свечкам весной и собирать блестящие ядра осенью, сегодня необходимо помочь им выжить. Летняя полоса препятствий с говорящим названием «Сила духа» прошла вчера в черте города. Самые спортивные команды выяснили, кто может быстрее, выше и сильнее. Подробнее в следующем сюжете. Кроссфит стремительно набирает популярность в мире спорта. Направление, развивающее выносливость, силу спортсмена, не только физическую, но и силу духа. Второй раз в городе прошли командные соревнования по кроссфиту. Единственная в своем роде полоса препятствий, позволяющая проверить не только личные данные каждого спортсмена, но командный дух и в некотором роде человеческие качества. Взаимовыручка и сплоченность играли немаловажную роль в достигнутых результатах. Мне нравится, что нас поддержало большое количество фитнес-центров, просто людей пришли посмотреть, поучаствовать. Зарядились отличными эмоциями и энергией, поэтому мне все очень понравилось, мне все очень нравится. Я вижу большие перспективы этого события. Я считаю, что полоса оптимальная, она имеет разные участки, где можно сделать большое ускорение, где-то нужно долго и упорно стараться, чтобы все получилось. В общем, она очень равномерно, по-моему, построена. Она недолгая, в общем, как мы всегда любим делать, и зимой то же самое. По продолжительности она приблизительно одинаковая с предыдущей полосой. Поэтому, я думаю, у нас все получилось, всем понравилось. О том, какие задания подготовили организаторы, участники узнали за час до старта. Сложнее всего оказалось первой команде. Им предстояло на глазах остальных участников быстро принимать решения относительно методики преодоления препятствий. Первыми, согласно жеребьевке, пришлось выступать победителем зимней полосы – команде «Арта Джим». Бежим первые, мы как бы трассу успели пройти один раз пробную. Были бы где-нибудь вторые, хотя бы третьи, мы уже так посмотрели бы всякие нюансы. Тем, конечно, кто после нас уже легче будет. Сейчас больше и больше будут ошибок на трассе совершаться, и команды будут эти ошибки как-то исключать. Так что первым всегда тяжелее. Команда задала очень высокий темп, и остальным участникам пришлось постараться, чтобы не снижать планку. Однако справиться так же быстро и четко сумели далеко не все. О том, насколько непросто скакать через скакалку или, например, попадать в иголку ниткой, многие участники ранее даже не подозревали. Отлично, девчонки держатся. Зрители поддерживают выступающих. Давайте, подбадривайте. Добавим адреналины, хорошего настроения. У нас вся команда спортивная, все люди подготовленные, так что, я думаю, полоса препятствий нам тяжело не дастся. Здесь есть упражнения на координацию, причем на координацию всей команды одновременно. Вот это самое сложное упражнение. Силовые у нас вся команда, еще раз повторяю, подготовленная, все все смогут. А вот насчет координации придется всем постараться. От любого участника нашей команды зависит общий успех. Сила духа завершилась, судьи назвали победителей, но самым важным для всех было именно участие. Соревнования, которые позволили провести время весело, используя не только участникам, но и тем, кто пришел поболеть за любимые команды. Полоса препятствий в очередной раз стала подтверждением. Быть спортивным сегодня модно. Таинство крещения в православной церкви является очень важным и имеет глубокий смысл. Маленький ребенок не может сам осознанно подготовиться к крещению, поэтому вместо него это должны сделать его родители и крестные, которые будут нести ответственность за правильное воспитание малыша. Как ребенок в утробе матери готовится к своему телесному рождению, так и его родители и крестные должны подготовить свое сознание к духовному рождению малыша. Каким именно образом, узнаете прямо сейчас. Илья – молодой папа. В июне супруга подарила ему прекрасную дочку Машу. Семья православная, потому было принято решение в сентябре Машу покрестить. Занявшись этим вопросом вплотную, молодая семья выяснила, что для этого будущим крестным просто прийти в церковь недостаточно. Помимо прочих забот, им придется пройти собеседование со священником и получить на руки своего рода сертификат на право стать крестными родителями. Мы решили покрестить дочь и столкнулись с тем, что нужно получать какой-то сейчас сертификат, как говорят, на крестного и крестную. То есть это нужно пройти какое-то в церкви, какое-то собеседование. То есть для меня это было абсолютным открытием. То, что нужно проходить какое-то собеседование, чтобы допустили до крести. Все это растягивается во времени. Нужно же подгадать и крестную, и крестную, и собеседование. Там не получается и так далее. Именно в данном случае существует еще одна загвоздка. Будущие крестные проживают в других городах. И в тех храмах, куда они обращались, чтобы побеседовать с батюшкой, им отказали. Мол, где крестить будете, там и собеседование проходите. Это я, если честно, не понял. То есть у нас вроде вся церковь православная. А чем православие одной церкви отличается от православия от другой, непонятные. Поэтому это еще больше неудобства. И как бы я не понимаю. За уточнением церковно-бюрократических вопросов мы отправились в Вознесенский храм. Что же это за процедура такая? Именно в это время там проходила беседа с родителями и будущими крестными. Раз в неделю у нас проходят эти беседы. Они являются подготовителями к крещению. И на них мы определяем, так чтобы это было понятно слушателям, в чем заключается смысл и значение таинства крещения. Потому что сегодня многие приходят крестить по инерции. Потому что все крестят. Потому что так надо. Потому что мы живем в России. И это совершенно пустые причины для того, чтобы совершать крещение. Потому что крещение это очень важное таинство, позволяющее ввести человека в церковную жизнь. Для того, чтобы формировать душу для Царства Небесного. Сделать человека наследником Царства Небесного. Конечно, это не требует никаких материальных вложений. Поскольку наша задача поделиться с человеком, чтобы он осознанно подходил к таинству крещения. Крестный должен ребенка в храм водить, следить, чтобы родители водили. Рассказывать ему все. Чтобы тоже ребенок спасся. Огласительные беседы трудно назвать нововведением. Так было заведено еще давно. Но с течением истории традиция ушла в тень. Нынешнее поколение привыкло, что крестным может стать любой быстро найденный перед совершением таинства человек. Теперь же искать наставников придется, что называется, днем с огнем. И хотя подготовка к крестинам ограничится лишь беседами. Но даже и это, по мнению церкви, должно помочь вторым мамам и папам сполна прочувствовать свою ответственность перед будущим крестником. Недавно в Рязани провели исследование. Индекс счастья российских городов. В нем Рязань заняла 21 место. Социологи интересовались у местных жителей. Довольны ли они материальным положением, экологией города, динамикой и уровнем его развития, благоустройством. Чувствуют ли они себя в безопасности. И самое главное, счастливы ли они. Наталья Новикова решила провести свое исследование и узнать у рязанцев, чего им не хватает для полного счастья. По результатам исследований, индекс счастья рязанцев составил 45. Своим материальным положением довольно 37%. В безопасности себя чувствует 64%. Динамика развития города довольная 34%. Счастливыми себя в Рязани чувствуют 72% населения. Наша телекомпания тоже решила поспрашивать прохожих на тему счастья. Как выяснилось, Рязань действительно вполне счастливый город. И не хватает рязанцам разве что денег. Скажите, пожалуйста, чего вам для счастья не хватает? Ой, мы такие счастливые. У нас всего хватает. Скажите, пожалуйста, чего вам для счастья не хватает? У меня все есть. Скажите, пожалуйста, чего вам для счастья не хватает? Для счастья денег. А вам? Согласен с ним полностью. Скажите, пожалуйста, чего вам для счастья не хватает? Чего мне для счастья не хватает? У меня все есть для счастья. Чего вам для счастья не хватает? Денег не хватает. Хорошо спросила. Ну? Все хватает. Скажите, пожалуйста, вот чего вам не хватает для счастья? Денег. Я пенсионерка. Всего лишь навсего. Хотя бы чуть-чуть. Чуть-чуть. Всего лишь навсего. А так у меня все есть. У меня дети, трое, внуки, внук, еще родится у меня Константин. Я самая счастливая. Скажите, пожалуйста, чего вам для счастья не хватает? Для счастья не хватает, чтобы все вокруг люди были в хорошем настроении. В общем, счастье есть. Счастье – это когда утром с радостью идешь на работу, а вечером с радостью возвращаешься домой. Счастье – это хорошее здоровье и любимые люди рядом. Счастье – это когда у тебя внутри тепло. Это все новости на сегодня. Мы благодарим наших зрителей за внимание и прощаемся с вами до завтра. Смотрите нас на «Рязанских кабельных». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok